Обязательно смотрите наши прошлые года. Наша задача продвигаться вперед в изучении Торы, чем мы с вами и займемся. Сегодня будет на разные вкусы. Изэра Шимшон я подготовил, он довольно интересен. И Раби Йонатан Сакс хороший. Макашель Раши очень простой и легкий. Я подумаю, надо ли его вставлять сегодня. А вот Орахай Макадош получился короткий, но очень сложный. Я посмотрю на состояние нас, всех вместе взятых. Может быть, успеем, а может быть, его даже и придется отложить. В любом случае, сегодня у нас Зарашимшон номер один. Тот самый наш любимый Зарашимшон, которого мы все любим, постарался. Обычно, я уже заметил, его первые маамары, первые статьи, которые он пишет каждой недельной главы, они особенно интересны. И вот сегодня мы начинаем с самого-самого первой. Маамар номер один, первая глава книги Дворим и первый пасук тоже книги Дворим. Сейчас я это дело уменьшу. Я не смогу вам показывать в некоторых случаях. Хотя, наверное, может быть, нет, не буду показывать, а тратится очень много времени. Поэтому, у кого есть Тора в бумажном варианте, смело ее открывайте. У кого нет, советую открыть в интернете. Можно посмотреть toronline.com, можно посмотреть toldo.ru. Это очень разные переводы, совершенно разные. И откройте, один-один, я чуть-чуть прочитаю. Все, наверное, знают, о чем речь идет. Эль-Эгад-Варим, Ашер-Дибер, Моше, Эль-Коли, Сраэль и так далее. Вот речи, которые говорил Моше всему Израилю на берегу Ярдена, что до пустыни, что до степи, против Суфа, между Паран, между Тофель, Лаван, Коцерот и Дизагам. Это очень странное название. Некоторые мы слышали, читали в книге Бомедбар, Шмот. А некоторые первый раз. И мудрецы говорят, что большинство этих мест непонятных, Тофель, Лаван, Коцерот, Дизагам, оно вообще не существовало. Это несуществующие населенные пункты, местность. И Моше всего-навсего пытается, мне нравится слово, увещевать еврейский народ. Чем отличаются увещевать и критиковать? Наверное, все знают, увещевать – это мягко критиковать. Мудрецы в Талмуде, между прочим, вот это слово увещевать, они как бы объясняют, называется ремес беальма, намеком скрытым. То есть критика, она есть критика, хоть в Африке, все равно она будет критика, хоть в пустыне. Но бывает критика хорошая, а бывает плохая, а бывает критика, она еще и скрытая. Речь идет о том, что Моше сейчас, в начале книги дворей, в начале первой нашей главы, пытается раскритиковать народ, но очень скрытым, мягким образом. Так говорят мудрецы. А что далеко ходить? Смотрите, даже Раши тот же самый. Читаем Раши на его комментарий, Матхиль Дебуль, на «вот речи». Вот речи Раши объясняет. Потому что это речи обличительные. Раши перевел «диврей то хохот», то есть слова упрека. «Обличительные». И здесь перечислены все места, где они гневили вездесущего, сказала Гурфинкель, вездесущий перевела. Он говорил, не называя открыто, это Маширобейну, то есть скрыто говорил, и прибег к указанию непрямому испочтению к Израилю. Это не сам Раши придумал. Он взял это из аллахического медраша сифры. Обратите внимание, что здесь Раши говорит. Во-первых, Маширобейну сейчас говорит непонятные фразы, населенный пункт или местность – это критика. За каждым из этих населенных пунктов стоит какой-то грех еврейского народа, который они за 38,5 лет могли натворить. И надо к этому относиться как к критике, к увещеванию. И мало того, что Маширобейну не называет открыто, то, что они согрешили, а прибегает к непрямому намеку из почтения к Израилю. Вот так. И тут еще и почтение Израиля у нас появилось. Во всяком случае, комментарий Раши. То есть совсем по-простому. Смотрите, у нас Машир решил сейчас, в конце своей жизни, напомню, ему осталось 36 дней, и всю эту книгу «Дворим» он в течение 36 дней сейчас расскажет еврейскому народу. Стоит новое, молодое, красивое поколение перед ним. Сейчас он все расскажет, все покажет. И почему-то Маширобейну начинает намеками, в кавычках, журить народ еврейский. Намеками. Вместо того, чтобы жестко и прямо раскритиковать, как он умеет, мы знаем, Аарон небольшой любитель жестко критиковать. А Маширобейну, он левит, самый настоящий. Левитам присуще качество, праведливость, жесткость, гвура. А Коины, между прочим, они добрые. И мы знаем, что Маширобейну, если надо, то он умел раскритиковать. Мы с вами изучали книгу «Вайкра» и книгу «Шмот» и «Бамидбар». Мы видели характер Маширобейна. Не надо Маширобейну влезть в карман за жестким словом. Он умел это делать. Почему-то сейчас, в конце своей жизни, Маширобейну используют намеки, причем мягкие, чтобы покритиковать еврейский народ. Это первый вывод, который мы можем сделать из Раши. А второй вывод делает он из почтения к еврейскому народу. Ну, тут, собственно, хорошо. Не вопрос. Зер Ашимшон, он говорит, я не понимаю этого Раши. Ну, он так не говорит, конечно, я так перевел в Зер Ашимшон. Он говорит, мне сложно, это трудность, он всегда говорит Каше, Кашели. Мне сложно это понять. Почему сейчас Маше в начале книги «Бамидбар» критикует намеками еврейский народ, если дальше в книге «Дворим», он будет настолько жестко критиковать, во-первых, прямо, во-вторых, без намеков, а в-третьих, слова подбирает очень жестко. Логика какая. Почему нужно сейчас намеками, а потом жестко? Между прочим, этот вопрос задавали не только Зер Ашимшон. Его задавали очень многие мудрецы. И я помню, что года два-три назад у нас даже целый урок был на эту тему. Мы разобрали с вами, о чем думал Машер Абейн. Почему сначала решил их мягко, а потом жестко. И Зер Ашимшон приводит пример. Например, как он пройдется по короху и компании чуть позже в книге «Дворим». По разведчикам, по «Золотому тельцу» и прочим. Там никаких намеков нет. Это говорит Зер Ашимшон, он не понимает Раши. Это во-первых. Во-вторых, он будет делать все очень развернуто. Если здесь намеками критика она в виде населенных пунктов, то там будет очень подробно. Некоторые грехи будут описаны там 10-20 пасуков. Это раз. В-третьих, третий уже вопрос, который задает Зер Ашимшон. А при чем здесь почтение к народу вообще, народу Израиля идет речь? То есть, если он их критикует намеками, значит почтение к народу. А если он их потом будет жестко критиковать, значит нет почтения. Я не понимаю, говорит Зер Ашимшон. При чем тут какое-то почтение к народу Израиля? Оно у него всегда было в Машер Абейн. Пару раз он злился. Точнее, три раза. Но, тем не менее, он всегда любил еврейский народ. Даже ругал все равно любил. Если бы в первом пасуке было написано то, что написано, а дальше не будет критики вообще. Мы Раши очень даже понимаем. Последовательно. Ты начинаешь. Ты очень любишь еврейский народ. Критикуй их аккуратненько. А потом вообще забудь про критику. Ты же сейчас будешь их в землю Израиля отпускать. Поэтому там есть о чем поговорить. Так не же. Сначала он очень мягко критикует, потом жестко. Не понимаю Раши, говорит Зер Ашимшон. Дальше начинает Зер Ашимшон отвечать. Он дает три ответа на этот довольно сложный вопрос. Причем ответы на любой вкус и цвет. Первый ответ, он средний по сложности. Основан на Медраше Раба 1.4. Медраше Раба 1.4. Ну я тут подготовил текст, но я не думаю, что надо сейчас нам с вами переходить на иврит. В любом случае, Медраше Раба 1.4, кому интересно, посмотрите. Там будет написано. Было бы правильно, говорит Медраше, чтобы критика была из уст Белама, а благословение из уст Маше. У нас по прошлой главы, помните, что творилось? У нас Белам дал благословение еврейскому народу. Причем такие благословения, которые, можно сказать, на века. Некоторые благословения его ждут даже в наше время. Самый нехороший Белам дал самые хорошие благословения. Это было бы правильно, чтобы критика была проклятия из уст Белама, а благословение из уст Маше. Так пишет Медраж. Ну, это логично. Если тебя... Я не хочу даже дурацкие примеры говорить, это и так понятно. Но есть Медраж продолжает. Если бы так и было, и действительно Беламу доверили честь критиковать еврейский народ... Я, кстати, все-таки проверю. Если бы ему разрешили, доверили критиковать еврейский народ, говорит Медраж, то еврейский народ сказал бы, так он же нас ненавидит. Поэтому и критикует. Наверное, многие сталкивались с еврейским народом, во всяком случае в Торе. Еврейский народ имеет твердую шею. Он любит идти своим путем. И если бы действительно Белам начал критиковать их по полной программе, еврейский народ бы сказал, так он нас ненавидит, потому и критикует. Это написано в Медраше. А если бы Маше стал благословлять еврейский народ, то народы мира, не еврейский народ, а народы мира уже сказали, так он же их любит, поэтому и благословляет. Все очень логично. Хоть так плохо, хоть так плохо. Если будет Белам критиковать, то сами евреи начнут возмущаться. Ну, не возмущаться, а то, что они умеют делать, сделать заявление. А если будет Маше благословлять еврейский народ, то уже народы мира скажут. Так он же их любит, поэтому благословляет. А что вы от него ожидаете? И тогда, говорит Медраж, Всевышний нашел решение. Уникальное решение. Критиковать будет Маше Робейну, который любит. А благословлять будет Белам, который ненавидит. Такое решение мог только Всевышний сделать. Чтобы благословение и проклятие, то есть Брахот и Клалот, были определены, я не знаю, как это слово перевести. В Медраше написано «идбар и ру». То есть они будут выяснены, определены, прояснены в руках Израиля. То есть Всевышний придумал специально для того, чтобы все было понятно и еврейскому народу, и народам мира. Что и благословение, и проклятие в руках Израиля. Это был такой Медраж. Я надеюсь, он вам довольно понятен. Другое дело, что он, как всегда, не отвечает прямо за Ирошемшон на поставленный вопрос. Напоминаю, поставленный первый вопрос. С какой стати Машера Бейну, друг, сначала критикуют мягко намеками, а потом жестко и уже без намеков почитайте про тех же разведчиков, как он пишет. И вот Израиля Шемшон пытается в первом ответе нам рассказать, сравнивая Белама и Маше. Имея этот Медраж в виду, говорит Зара Шемшон, мы можем попытаться ответить на тот первоначальный вопрос. Написано, что эти вещи, говорил Маше, а не Белама. Так как критика шла из уст любящего Маше, а ненавидящего Белама, вернее, из уст любящего Маше, а не ненавидящего Белама, ненавистника, можно сказать, наверное. То эти слова увещевания, эти слова критики, они показались народу мягкими в виде намека. Понимаете? То есть, что хочет сказать сейчас нам Зара Шемшон? Учитывая то, что Маше Робейну любящий, он любит еврейский народ. Даже когда он говорит критику в глазах Израиля, эта критика, она как бы кажется мягкой намеком. Это чистая психология. Если человек, который вас любит, что-то говорит, и вы его, кстати, тоже любите, то вы его не воспринимаете в штыки. Некоторые даже не замечают, кто их критикует. Бывает такое. Вот Маше Робейну именно этот случай. Народу критика была нормальной, как говорит Зара Шемшон. Но народ воспринял эту критику из уст любящего Маше Робейну. Мягко, в виде намека. Плюс народу в этом случае не пришлось терпеть стыд и унижение, что очень важно. Это серьезно. Мы помним с вами, даже и в Алахе. Для Абнынох написано, что такое стыд, что такое унижение. Никаком случае нельзя обижать человека. Более еврейский народ. И этим Маше хотел показать, что все, что он будет позже объяснять в более жесткой форме, буквально сразу, через некоторое время, для их же добра, для их же почета. То есть, имея в виду, что перед ним стоит еврейский народ. Он не хочет их обижать. Он пытается эту критику таким образом поставить, чтобы народ хотя бы начал его слушать, прислушался. И потом они поймут, что все делается для добра, для их же добра, для их почета. И Зарашемшон говорит, это было бы невозможно, если бы критика звучала из уст бела. Невозможно. Они бы вообще его не восприняли. Поэтому здесь такой более психологический ответ. И делаем краткий вывод, что Маше, как любящий народ, начинает критику с мягких, конструктивных увещеваний или критики, называйте как хотите, чтобы народ не перепугался раз. Не стыдился два. А позже уже Маше Робейну в спокойной обстановке расходит, переходит к подробному разбору полета еврейского народа по пустыне. Вот это первый ответ. Я его называю психологическим лично для себя. Он довольно понятен. Любящий Маше Робейну говорит. Даже он может какие-то гадости говорить в кавычках. Маше Робейну не мог гадости говорить. Но жесткие вещи некоторые, вы знаете, вели себя нехорошо, пустые. Жесткие вещи. Тем не менее народ воспринимает мягко. Ответ второй. Он гораздо длиннее первого. И этот ответ уже основан на гморе, на хлоке двух мудрецов. Сангидрин 49b. У нас есть фоксат Талмуда. Сангидрин называется. 43b. А там спор между двух мудрецов Талмуда. Танаим. Мудрецов Мишны, а не Талмуда Танаим. Мудрецы Талмуда, гморы будут уже называться Амараим. И мудрецы обсуждают стихи, которые мы будем с вами чуть позже изучать в книге Дворим 29-28. Знаменитое выражение. Мы тоже с вами ее разбирали. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Так написано в Гурфинкеле. Я не меняю перевод. А открытое принадлежит нам и детям, нашим Адулам навеки, чтобы мы исполняли все слова Торы Сей. То есть сокрытое принадлежит Всевышнему, а открытое принадлежит нам и нашим детям. Знаменитый послуг. Знаете, мы, кстати, с вами отсюда выводили три пшата. Три простых понимания. Тем не менее, о чем здесь мудрецы спорят? Почему, они говорят, свитки Торы стоят точечки? Помните точечки? 11 штук, по-моему, их было. Над каждой буквой слова нам и детям нашим и над первой буквой Айн в слове навеки Ад стоят маленькие точечки. Очень странное явление. Вроде бы свиток Торы и над ним непонятные точки. И мудрецы говорят, Всевышний не наказывал еврейский народ за скрытые грехи до тех пор, пока еврейский народ не перешел реку Ярдан. И это утверждение Раби Ягуды. Сейчас я хочу, чтобы было... Моя задача не просто проболтать, никто ничего не понял. Поэтому этот спор среди двух мудрецов Раби Ягуда и Раби Нехемия надо проговорить. О чем они спорят? Что это за фраза такая? Сокрытая принадлежит Господу Богу нашему, а открытая принадлежит нам и детям нашим вовеки. Раби Ягуда говорит, что Всевышний... Смотрите, есть народ, а есть евреи один. Есть личность, а есть община. Мы должны это дело различать. Что говорит Раби Ягуда на основе вот этой фразы, сокрытая принадлежит Всевышнему Богу нашему? Он говорит, что Всевышний не наказывал народ, имеется в виду всех евреев в совокупности, за скрытые грехи до перехода через Ярден. Понятно? То есть у нас есть... Каждый еврей в течение 40 лет в пустыне мог чего-нибудь там тихонько дома натворить. Никто не видел, они скрыты. И Всевышний не наказывал весь народ за грехи одного человека. Но он не наказывал до перехода через реку Ярден. Как только они перешли Ярден, даже скрытые грехи у себя дома в огороде, где-то там чего-то нехорошее сказал в туалете про Всевышнего или еще про кого-нибудь, наказывается весь народ. Страшное, на самом деле, заявление раби Иуды. Но я думаю, я уже разжевал. У нас речь идет про скрытые грехи. Про скрытые грехи еврейский народ не отвечал, не наказывался он за скрытый рех одного человека. А после перехода через речку Ярден наказывали. Это говорит раби Иуда. Но есть другое мнение. Другое мнение там же Сангидрин 43b. Раби Нихемия. А он говорит, а вы послух читали, уважаемый раби Иуда, написано, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Сокрытое. Не написано, что оно каким-то образом к нам перейдет. Оно как скрытое было, так оно скрытое и останется, говорит раби Нихемия. Так же написано. Нет. Все читать умеют. Поэтому это указывает, что Всевышний никогда не наказывал народ за скрытые грехи, совершенные отдельными лицами. Он не наказывал за скрытые грехи не до перехода через речку Ярден, не после перехода через речку Ярден, говорит раби Нихемия. Он говорит, если раби Иуда свою позицию, свое мнение основывает на слове сокрытые, то раби Нихемия идет чуть-чуть в другую сторону. Он говорит, что он также, я цитирую, он также не наказывал весь народ за грехи, публично совершаемые отдельными лицами, до тех пор, пока еврейский народ не пересек границу Ярден. Во как интересно написано. То есть раби Нихемия говорит, что вообще-то мы вообще про скрыто здесь речь не идет в этом по сути. Если даже публично, публично, не скрыто, а публично, один еврей грешил в пустыне, то весь народ не наказывался. Зато если он будет публично грешить после перехода через речку Ярден, весь народ будет наказан. Вот так раби Нихемия сказал. Я понимаю, что сейчас у вас в голове. Раби Иуда сказал одно, раби Нихемия сказал второе. Теперь мы делаем вывод, чтобы было понятно. Пересечение реки Иордан поменяло статус еврейского народа, причем очень сильно. Оба мудреца, оба Танаим согласны, что народ больше получил ответственности за поступки людей. Гораздо больше. Но в чем их разногласие? Обратите внимание. У нас один мудрец, раби Иуда. Он устражает. Он говорит, что даже до перехода через реку Ярден народ ответственный был за открытые грехи отдельных евреев. За скрытые нет, а за открытые да. Если один что-то натворил в семье у себя, то страдает вся община, весь народ. А после перехода народ будет отвечать даже за скрытые грехи отдельных нехороших личностей. Запомните, что говорит сейчас раби Иуда. Народ отвечает за открытые грехи отдельных евреев в момент говорения Машера Бейна. Понятно? Это раби Иуда. Раби Иуда, если мы посмотрим на его другие цитаты, его мнения в Талмуде, раби Иуда, как правило, устражает. Знаете, есть такие мудрецы, которые жесткие, всегда устражают. А есть, которые все разрешают, мягкие. Разные мудрецы бывают. И вот раби Иуда, он устражает. Он говорит, если один единственный еврей согрешил у себя дома, а никто не видит, то если никто не видит, значит, ты в пустыне сейчас не будешь отвечать народ, а после да. Но если ты открыто согрешил, один единственный еврей нарушил шаббат, условно говоря, то народ отвечает за его публичный грех. Так сказал раби Иуда. Раби Иуда идет по облегчению. И он говорит, что до перехода через речку Ярден народ вообще не нес ответственности за любые грехи отдельных евреев. Народ сам по себе, евреи у себя дома, сами. Да и не только у себя дома, вообще они сами по себе. У нас понятие арвут, ответственность, взаимозависимость, взаимоответственность одного еврея за другого наступает после перехода через речку Ярден. Понимаете? То есть в пустыне они не отвечают один за одного. Они отвечают сами за себя. Да, поэтому по раби Нихеме он облегчает. И он говорит, народ не нес никакой ответственности за грех одного единственного еврея. А вот уже после того, как они перейдут через речку Ярден землю Кнаан, народ уже будет нести ответственность за открытые грехи даже одного человека, даже самого-самого-самого простого еврея. Народ будет отвечать. А вот уже все скрытые грехи, про которые говорит раби Иуда, да, они были под управлением Всевышнего, скрытые грехи, они остаются. Не надо вообще лезть туда в скрытые грехи, говорит раби Нихеме. То есть делаем вывод. Народ по раби Нихеме не отвечает ни за какие грехи отдельных евреев на момент речей Маше. Все поняли? Раби Иуда говорит, народ отвечает в пустыне за открытые грехи отдельного еврея. А раби Нихеме говорит, народ не отвечает вообще ни за какие грехи на отдельных... То есть евреи согрешил, он за себя отвечает. А народ ни при чем. Это сказал раби Нихеме. Зерашимшон продолжает. Он говорит, теперь вы понимаете, почему в первом пасуке надо ставить ударение на слове Ярден. Смотрите, первый пасук. И вот речи, которые говорил Маше всему Израилю на берегу Ярдена. Почему ударение на слове Ярдена, на Ярдан? А потому, говорит Зерашимшон, что так и нужно читать. Это ключевое слово, слово Ярден, для понимания. Вся критика в книге, вся критика Маше в книге Дворим, вообще вся, даже очень жесткая, даже очень мягкая, она является намеком для критики, для увещевания еврейского народа. Потому что до перехода через речку Ярден не будет наказания за грехи отдельных лиц. Евреи не приняли еще то качество Орвуд, взаимная ответственность, за действие своего брата. Это потом они уже перейдут и будут соседями. И ты видишь, что твой сосед грешит, и ты знаешь, что ты тоже пострадаешь. А тогда в пустыне этого не было. Поэтому вся критика Маше Робейну, это для них чистая теория. Не несли ответственности. Я даже могу все лица представить еврейского народа. Маше, ну что ты нам рассказываешь про какой-то грех золотого тельца? Так это ж они, я же тут ни при чем. А что ты нам рассказываешь про грех разведчиков? Так это же они, я здесь ни при чем. Понимаете? Для них это была теория. Это касается, как говорит Раби Нехемия, и публичных грехов, то бишь открытых, и скрытых грехов и так далее. Так говорит Раби Нехемия. Поэтому, когда Маше Робейну критикуют их, они не воспринимают ее как критику. Они говорят это намеки. То есть каждый еврейский, каждый отдельный еврей, конечно же, он нес ответственно за свои грехи. Но только за свои личные грехи. А народ нес частичную ответственность по Раби Игудея и вообще не нес никакую ответственность по мнению Раби Нехемии. Но все так работало, пока народ не перешел через речку Иордан. И многие из народа, говорит Зарашимшона, которые стоят сейчас перед Машера Бейну, 100 тысяч мужчин, они имели очень малое отношение к тем грехам, про которые говорил Машера Бейн. Они были очень-очень в основном молодыми тогда. И вся его критика может смело считаться, мудрецы говорят, ремес бэй альма, то есть намеком скрытым, тонким. Вот есть русское слово тонкий намек, прозрачный намек. Они не понимают, что это такое. Хорошо. Вопрос. А есть доказательства, что кого-то наказывают больше, а кого-то наказывают меньше за грехи? Ну это же как бы он так сказал, Зарашимшон, что каждый несет ответственность за себя, а еврейский народ нет. Ответ да. Есть трактат Йома, а там написано, описано, не написано, а описано наказание за грех золотого тельца. И мы с вами тоже изучали. Кто-то принес жертву и воскурил ее, тот умер от меча Левицкого. А кто-то просто стоял в стороне и радовался в сердце, тот умер от редкой болезни, называется хадракан, жуткие боли в животе. То есть у нас было три варианта наказания, помните? То есть каждый получил по заслугам. Кто-то активничал, кто-то пассивничал, но все были наказаны. Говорят, это не Зарашимшон, он сослался на трактат Талмуда Йома. Вот вам, пожалуйста, то есть наказание происходит в зависимости от поступка человека. Народ весь не страдает, говорит Зарашимшон. По Гмаре, делаем вывод, не евреи несли ответственность за свои личные грехи. Это был второй довольно длинный ответ Зарашимшон. Напомню, вопрос вообще, наверное, все уже забыли. Вопрос был, почему Машера Бейну начинает критиковать народ очень тонко, очень слабо, еле-еле, намеками. Какие-то непонятные города, там Дизагав, Баран и так далее. А после он критикует очень жестко и очень крепкими словечками. Почему? И дает нам три ответа, сейчас мы только два упомянули. Зарашимшон дает первый ответ более психологический, послушайте, то, что я сказал 15 лет назад. Второй ответ больше талмудический, можно сказать, да, спор мудрецов, махлокет. Мне нравится слово махлокет на арамейском языке, это плукта, очень хорошее слово, плукта. А есть ответ совсем короткий, это третий ответ. Он самый простой для понимания и самый короткий. Он говорит следующее, Зарашимшон. Маше специально начал критиковать короткую намеками слова упреков, слова обличительные, как перевела Гурфин. Речи обличительные. Для тех людей, которые грешили минимально. А продолжил жесткую детальную критику для тех, кто грешил много. Оказывается, у нас есть люди разделены на... Хотя они как бы стоят единым народом. Но мы, кстати, будем изучать, надеюсь, дойдет сегодня до Урахайма Кадоша. Они кажутся одним народом. На самом деле там будет большое разделение. И Маше специально начинает сначала критику легкую для тех, кто грешил минимально, а потом жесткую для тех, кто грешил много. То есть тут Маше Робейну тоже выступает таким большим специалистом еврейских душ. И сейчас Зарашимшон объяснил нам то, что объяснил. Три ответа. Один средний, второй длинный, а третий короткий. И он говорит, а теперь, когда вы поняли мою идею, как Маше Робейну критиковал еврейский народ в конце своей жизни, вы поймете очень проблемный пасук из главы Корах. Необычно делает Зарашимшон, рассказывает нам про главу двори, но так как он объяснил идею, она ему так понравилась, он решил объяснить и пасук из Корах главы. Бэмидбар 1621. Тут точно вы знаете, и можно даже на слух воспринимать. А кто хочет, откройте у себя. 1621 Бэмидбар. Ситуация с Корахом. Выделитесь из среды этой общины, и я истреблю их мгновенно. Помните, что это такое? Выделитесь из среды этой общины, я истреблю их мгновенно. Сейчас мы, я сейчас объясню, к чему это сказано. И пали они на лица свои. Это Маше и Арон. И сказали они, Боже, Бог, Духов, всякой плоти, плоти, один человек согрешит, и на всю общину ты прогневаешься? Все вспомнили эту ситуацию. У нас Машера Бэйн пытался несколько раз уговорить мятежников передумать, попомниться, переспать и забыть. Помните, он и посланцев посылал Датанову Вераму, говорит, передумайте, друзья, товарищи. И сам пытался с ними поговорить. Никакую. Всевышний сказал Маше и Арону, отойти подальше, и вся община будет уничтожена. Так написано. Выделитесь из среды этой общины, то есть вы, Маше и Арон, выйдите от них, и я их истреблю мгновенно. Судя по всему, Маше Рабейну, вернее Всевышний, хочет начать еврейскую историю чистого лица. У него такие попытки были уже два или три раза. Помните? Поэтому фраза «выделитесь из среды этой общины», я истреблю их мгновенно, все, закончили. Будем теперь с Маше и Арона начинать. Но правда, здесь спор других мудрецов, уже не мудрецов Талмуда и Мишны, а средневековых мудрецов, потому что про какую общину говорит Всевышний? Выделитесь из среды этой общины. Айда газот. Я их истреблю мгновенно. Рабейну Хананель, очень хороший мудрец, у него много перушей на Талмуд, он говорит, конечно же, здесь речь идет про общину Короха, не идет речь про уничтожение всего еврейского народа. Выделитесь из среды этой общины. А Рабан говорит, а кто такое сказал? Тут написано, выделитесь из среды этой общины, и не написано, какой. Речь идет про уничтожение всего еврейского народа. То есть Рабан спорит. Кому интересно, почитайте. У него очень-очень длинный перушь на эту тему. И так надо прямо понимать. Всевышний хотел уничтожить всех, оставить Маше и Арона, и Рабан, он же знает, что сказал Рабейну Хананель. Они, по-моему, и тот, и тот XIII века, не знаю. Наверное, скорее всего, Рабан знал предыдущие мнения, и он железные доказательства приводит, что Всевышний хотел уничтожить весь еврейский народ. Так хотел уничтожить, что по сути 22 Маше и Арон падают на лица свои, и сказали они, о, Боже, Боже, Духа всякой плоти, один человек согрешит, ты на всю общину прогневаешься. Кстати, между прочим, вот этот послуг 22, и пали они на лица свои, сказали они, он имеет у Рабейну Бахья, кому интересно, говорит Равшерке Рабейну Бахья, кто-то говорит Бахья, кто-то говорит иначе, но длиннющий комментарий по поводу слова «Лэгиштахавод» падать, почему некоторые наши герои падают, распластываются, на самом деле, кому интересно понятие, что такое упали на лица, то открываете Рабейну Бахья на послуг 1622, и вы прочитаете на любые вопросы, в каких случаях надо распластываться, в каких случаях не надо, что значит такое упали на лица, и так далее. Но это уже не наша сегодня тема. У нас есть спор мудрецов, Рабейну Хананель говорит, речь идет про уничтожение только общины Короха, Рамбан говорит, идет про уничтожение всего еврейского народа, и говорит, вопрос задает Зарашемшон, по послугу 22, что означает, один человек согрешит, и ты на всю общину прогневаешься, то есть они упали на свои лица, они пытаются защитить то ли еврейский народ, то ли общину Короха с мятежниками. И вот такая интересная фраза, один человек согрешит, ты на всю общину прогневаешься, и Зарашемшон говорит, я вообще не понимаю, это один из самых сложных послугов, один человек, при чем тут один человек? Почему Маше говорит, один человек согрешит? У нас было Корох, 250 человек с совками, у нас был Датан, у нас была Веррам, у нас самая целая толпа была. Почему написал Маше Рамбейну, один человек согрешит, и ты на всю общину прогневаешься? Я не понимаю этого послука, говорит Зарашемшон. Кто такой один человек? Можно подумать, что речь идет про одного грешника, а все остальные праведники, что ли? Почему один? Вопрос два, Зарашемшон. Ну хорошо, ладно. Допустим, был самый главный один грешник Корох. Допустим. Но так, как тогда понять решение Всевышнего уничтожать очень многих людей? Он же уничтожил много людей. Кто-то сжег, сгорел, кто-то в землю провалился. А таких как Корох, и то, и другое, вместе взятое. Грешил один, а уничтожать надо сотни? Не понимаю, говорит Зарашемшон. Ладно. Самое интересное просто, которое я не обращал внимания. Они упали на свои лица и сказали, Боже, Бог, Духа, всякая плати. Один человек согрешит в будущем времени. И на всю общину ты прогневаешься в будущем времени? Это вообще непонятно. Тут ехета. Это будущее время. Один человек в будущем согрешит. Причем здесь один согрешит в будущем времени? И, кстати, ты будешь гневаться тоже в будущем времени? Типцов. Вы понимаете, Зарашемшона, что он задает вопрос? Если бы Машер Абейну сказал в прошедшем времени, они же согрешили, бунт подняли. Ех, хорошо, ладно, прошедшим. Давайте. Они, Машер Абейну говорит в настоящем времени. Если один человек грешит, то ты будешь теперь гневаться? Понятно. В настоящее время? Понятно. В прошедшее время? Почему Машер говорит в будущем? Корах уже со своей компанией согрешил и продолжает это делать? Почему? Очень интересный вопрос, который я, извините, не мог сам создать. Ответ Зарашемшона. Весь вот этот разговор между Всевышним и Машером Абейну очень легко понять из плукты, из Махлокета, между раби Егуда и раби Нехемия. Только что мы с вами говорили. Раби Егуда говорил одно, что он шел по устрожению, что еврейский народ будет наказываться за открытые грехи отдельного еврея. А раби Нехемия шел по облегчению. Он говорит, не наказывались люди за открытые грехи даже одного еврея. То есть народ не наказывался. И в пустыне Всевышний, скорее всего, говорит Зарашемшон, судил еврея по устрожению, по мнению раби Егуды. Открыто согрешил, еврейский народ как бы наказан. Народ нес ответственность за грехи открытые, а в земле Израиля будет нести и за скрытые тоже. И что Машев Рабейн? Он как бы в кавычках решив называется, он возражает, отвечает, он спорит со Всевышним. Он говорит, Всевышний, зачем ты идешь по устрожению раби Егуда? Есть еще мнение раби Нехемии, можно следовать, как он говорит. Почему вдруг надо устрожать? Раби Нехемия сказал, что в будущем, когда евреи перейдут реку через Ярден, они в состоянии взаимной ответственности ворвут, войдут и будут нести грехи друг за друга, за открытые грехи. Один еврей согрешил, открыто, то все остальные будут отвечать, это нормально, это понятно. А сегодня мы где находимся? Мы еще не перешли речку и Ярден. Это означает, что наказывать надо тех, кто согрешил, согрешил Корох, наказывай, согрешил Датана Аверам, наказывай их. Зачем ты весь народ хочешь уничтожать? Говорил Рамбан. И тогда мы понимаем, про кого сказал Машер Абейну, один человек согрешит и на всю общину ты прогневаешься. Это вообще не про Короха один человек, и даже не про Датана, и даже не про Аверама, и даже про еще какого-нибудь там человека стоит. Речь идет в принципе про еврея, как отдельного представителя народа. Если один еврей согрешит в тайне, то ты на всю общину будешь гнев проливать по причине взаимной ответственности? Это будет очень жестокий суд, говорит Машер Абейну. У тебя качество есть и Рахум, и Ханун, и Милостивый, и Милосердный. И зачем сейчас идти по жесткому мнению раби Иуды? Откуда, кстати, между прочим, Зарашемшон это берет, что Всевышний идет чаще всего по милосердию. Хавакук 3.2 В гневе о милосердии вспомни. Господи, слышал я весь Твою, испугался я, Господи, деяние свое в годы ближайшие оживи его, в годы ближайшие извести. И в гневе о милосердии, то есть, когда ты изведешься, пожалуйста, вспомни милосердие. Вот такой интересный посук. Не надо слишком жестко судить, говорит Машера Бейн. Может, лучше пойти по облегчению и наказывать народ сейчас только за открытые грехи евреев. И тогда не надо вообще этот принцип рвуть сейчас. Они не отвечают друг за друга. Тем более в ситуации с Корохом. Не надо проливать гнев на весь еврейский народ. Нужно и можно и нужно наказывать только настоящих виновников бунта. Вопрос, что ответил Всевышний Машера Бейну. Ответ очень простой. Там же, в 24-м посудке. Говори общине так. Отступите со всех сторон от жилища Короха до Тана и Верама. Вот ответ Всевышнего. Машера, я с тобой согласен. В этом случае будем идти по облегчению. Не буду уничтожать всю общину. Отойди от Короха до Тана и Верама. Будем их уничтожать, они виноваты. Как Зер Ашемшон просто все по полочкам разложил. Есть, кстати, Зер Ашемшон я закончил. У него есть еще прям здесь небольшое продолжение по Пасуху и Стейлим на эту же тему, но мы не резиновые. Здорово уйдет в сторону наше обсуждение. Я выключаю запись по Зер Ашемшону. Если есть вопросы, я готов ответить, а дальше у нас будет следующий пункт программы. Только я не знаю, как здесь выключить. А есть такая вероятность, что когда Амаше выключить. Амшону